Саша и Миша. Михаил. Вот здесь, посекундчики, пермская еда и водка. Тебя надо выпить. Да, надо пить, когда такая ерунда. Уж не взыщи, здесь просто всё. А вы же випы. Вот почему тут к нам относятся все так? Мы випы, москвичи, варяги. Ты улыбнись. Что улыбнись, когда такой бардак? Ну да, так к москвичам у нас относятся в пермяги. Садись, я принесу всё. Вот принёс. А в этих что, бутылка? Уксус. Его в тарелку мы нальём. Не морщи нос. И водкою запьём мы. Посекундчик. Фьют. Такая, знаешь, ерунда. Так жалко Тёму. А что жалеть его? Смотри, что он творит. Метро говорит нет. Есть остановки для автобусов. И их благоустроим мы. Ведь так он говорит. А посекундчики-то ваши микрочебуреки. Ну, с водкой-то нормально. А тут, как с остановками. Зачем их улучшать, когда простому человеку есть потекунчики пора и запивать их водкою? Пьют. Скажи мне, чем вот ты здесь занимаешься в Перми? Да жирналюга я. Ох, этот пермский алкоголь. Я всё-таки пересаташе и в курсе, чёрт возьми, что значит пермский информационный портал Соль. А делаешь ты что здесь? Я живу. Хожу в кино, вожу машину, пиво пью. Ну, иногда ещё курю траву. Так провожу спокойно жизнь свою. А девушка есть у тебя? Сейчас вот нет. Я думаю, пермячики уеваются вокруг. А ты, наверное, в Москву мечтаешь получить билет, а я москвичка. Ну, зачем вот так вот вдруг? Да, я хочу свалить. И удивляюсь, почему ты выбрала для жизни Перм. Тяжёлый городок. Что, круче я пермячик-то? По красоте, уму. Ну, так-то да. Но ты пойми. Нет, ты пойми, дружок. Там у меня богат жених и папочка из богачей. Не одолеть тебе двоих таких серьёзных москвичей пьют. И ты сбежала из-за них? Да нет, конечно же, чудар. Я революционер. Ты псих. А ты законченный пермяк. У вас такие тут девчонки. Вы пермяки-везунчики, а ты с москвичкой никчёмной жуёшь тут посекундчики. Да, тут у нас в Перми матриархат. Девчонки наши нежные. Но свадьба лишь пройдёт. Тебя возьмут они в стальной захват. Ежовыми-то рукавицами и пустят в оборот. Тут надо быть реально красным человечком. Пьют. Чтоб с человеком-то остаться в баночке паучьей. Да, и запушу-ка я опять твоим прекрасным чебуречиком. Так значит, лучше я пермячик? Лучше. Лучше. Пьют. А что вам не нравится в новой культурной сфере? Не нравится, например, что вы не пермики. Мы вам такую революцию сделали, а вы всё сольёте. Да, с вашей лёгкой руки. Да чем вам не нравятся красные человечки? Саша, для слова «нравится» случай явно не тот. Пойми, не надо нас пасти, ведь мы же не овечки. Но ваши депутаты реально их приняли на свой счёт. А что делать? Они вон голосуют, и вообще над нами ставится эксперимент. Нас вообще, Пермяков, современное искусство интересует. Вообще интересует. А в данный момент? А в данный момент меня интересуешь ты. Это понятно. Но давай вернёмся к культуре. Мне нравятся вот эти ваши полистского столбы. Там элементы звериного стиля, рядом кама в натуре. А наши депутаты, конечно, не сахар. А это в Пермяк-салёные уши. Это чебурашка. Конечно, всё это проклятый Запад. А мы такая, знаете ли, Пермяшка-говняшка. У Саши звонит телефон, Саша. А где я? У гостиницы «Урал». Саша в телефон. Я в гостинице «Урал». Через 20 минут. Через 20 минут за мной приедет Марат. О чём так заботится? Мой папа и его друг. А я рассчитывал показать тебе перь. Ну, давай в другой раз. Нет, слушай, ну не обижайся. Расскажи мне о своём городе. В городе бешеных сперм. Да ладно, ты уже пьян. Не отшучивайся, мужайся. Мужались тут многие. По каме отважно плыл Мандельштам в Чердынскую ссылку. И Пастернак, как доктор Живага, приезжал сюда в свой юрятин пылко. Василий Каменский в аэроплане, купленном за деньги жены купчихи, храбро пролетал и садился плавно. Город Перми весьма поэтичен. Теперь по улицам бродит поэт дрожащих, а в газете «Звезда» махатма русской поэзии. Ругает варягов власть придержащих. Поэт-дикорос Юрий Беликов. Тут же вас, псоглавцев, ругает классик русской литературы Алексей Иванов. Пермь пугает. А ты бойся, она страшна в натуре. Да, на литературе сечешь. Рассказал бы ты мне лучше личное, частное. Где ты родился, где живешь, где прямники целуются, где пьют, когда несчастные. У нас все закрытое. Закрытые территории, много заводов, фабрик, дворов, подвалов, первых этажей. Наша история учит нас скрывать и счастье, и любовь. Ты пьян. Вот башня смерти. Ты ненормальный. В нее упирается проспект Компрос. Напротив, на каме, собор кафедральный. Это пермская градостроительная ось. На каме кабаки сразу за вашим музеем. Там же зоопарк на месте кладбища. А лирику, всякую любовь мы прячем, как умеем. Да, я совсем еще забыл про Матавилиху. Там рабочий район, да революционный. Выходим. Звонит телефон Саша Митарев. Выходит, подходит к машине. Саша водителю. Сейчас пять секунд. Михаил. Какая красота, ты сам не свой. Я влюбленный. Твое лицо скрывает темнота. Целует Михаила, садится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.